Всем привет! С вами Серда Бьюти и сегодня мы с вами сделаем ленивый макияж или макияж Моники Белуччи. Ну а это канал полезных советов и честных обзоров и с вами я, Серда! Ну и первое, с чего я начну, это консилер. У меня консилер Фаберлик Ицкалаген. Прекрасная штучка с таким вот спонжиком. Нанесу его совсем чуть-чуть. Мне нужно лишь скрыть чуть-чуть здесь синего. Вот здесь мы берем спонжик и немножечко растушевываем. Классный консилер, на самом деле, обожаю его. Следующим закрепим наши бровки, чтобы они не мешали. Это у меня сыворотка-кондиционер для роста бровей. Она у нас работает и как гель для бровей, ну и как само собой сыворотка, которая улучшает рост бровей. Сначала я делала вот такого вот брежнева, а теперь зачесываем. Кстати, еще несколько лет назад я зачесывала брови, вот как сейчас сделала правую, оставляла. А сейчас я их здесь увожу в такой тонкий, тонкий кончик. Мода меняется, так что брови тоже зачесываем теперь по-разному. Данный макияж абсолютно простой, очень легкий, нужно очень мало продуктов, буквально 3-4, а макияж просто гениальный. И вот что я беру, у меня вот такой вот двойной карандаш, с одной стороны это такой нежно-нежно-коричневый цвет, но его почти что не видно. Я его делаю в основном на нижнее веко, я говорю его почти что не видно, он лишь просто вот визуально делает вид и ощущение, что у меня нижние ресницы много больше, чем есть, допустим, на самом деле. А с другой стороны у нас черный, я его специально не тачу, не бойтесь, так должно быть, потому что здесь будет острый, нам будет неудобно делать. Нужно просто сделать вот такую вот непонятную шмяклю, раз-два. Для этого такого прям профессионализма и умения не надо, просто делаем шмяклю, 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 вот такую шмяклю. А теперь вот такой вот желательно плоской кисточкой для растушевки я просто начинаю сначала сверху, сверху я сильно не увожу наверх, просто чуть-чуть растираю границу и, а вот где рост бровей, там я наоборот делаю прям хорошенечко такую растушевку, чтобы у меня не было проплешин. Вот здесь опять-таки тоже чуть-чуть слегка тут, а тут прям хорошенечко так. И вот здесь, чтобы у нас не было такого резкого перехода, сюда желательно черного не делать, я просто беру пальцем и тушую пальцем, уводя опять-таки вот в ту сторону, краешку, другому краешку глаза, не сюда, не в центр, а вдаль. И с другим глазом то же самое. Стрелку я сегодня никакую делать не буду, потому что вот именно макияжем у Ники Белуччи никакой стрелки нет. Здесь я опять-таки после растушевки, я именно около краешка ресниц добавляю еще черным, потому что мы сделали с вами растушевку, а теперь нам нужен такой черный яркий ободок, именно где наши реснички. Вот так вот это я все делаю, и сейчас мы нанесем тушь. У меня это тушь Click & Go от Faberlic, почему Click & Go, потому что нужно нажать и открыть. Скажу вам такой лайфхак от себя, если вы испачкали верхнее вашего тазовика тушью, не спешите это все вытирать, размазывать, можно из этого тоже сделать стрелочку. Второй глаз то же самое. Косметику я приобретаю по очень низким ценам. Спросите, как? Ссылочка реферальная у меня, как всегда, будет либо в первом закрепленном комментарии, либо в моей кудряшке с тушью, либо в описании, но в основном, конечно, в описании. По этой ссылочке нужно перейти, зарегистрироваться и спокойно покупать продукты по очень низким и вкусным ценам. Нижние реснички я прокрашиваю совсем слегка, даже не макая щеточку. И, кстати, я специально сильно сейчас нашмяклила. Это было именно специально, да. И буду показывать, как эти самые шмякли я буду превращать в красивую стрелочку. Ну, или точнее подводку глаза. Вот видите, шмякли какая красивая. Шмякли должны немножко подсохнуть, чтобы их было легче как раз-то растушевать. А пока они сохнут, я расскажу про вот этот тональный. Это моя находка. Мои волосы сегодня живут отдельные от меня. Берем кисточку и начинаем опять-таки превращать шмякли в подводку такую красивую. И то же самое здесь. Просто нужно сейчас я возьму зеркало и посмотрю, чтобы я точно ничего не пропустила. Ну и вот такой красивый макияж без особых заморочек у нас с вами получился. Я люблю поверх этого макияжа еще добавлять блестки, что я сейчас и сделаю. Блестки у меня от Эцклея. Они такие вот на вид розовые, но я наношу их тоненьким слоем, получая очень нежное, красивое сияние, такой перелив. Очень красиво получается, мне нравится. Очень стойкие, скатываются вот вне века только где-то вот через 5-6 м часов их нушение, нушение. Ну и то, это у меня, потому что у меня нависшая века, как вы смогли заметить. Так что вот так вот, красиво мне кажется. Стрелочка у нас слегка только получается. Конкретную такую прям стрелку я не вывожу, потому что именно в этом макияже, а мы уже помним и повторяем макияж Моники Белуччи, там никакой стрелки нет. Этими же тенями, кстати, я делаю и хойлайтер. Тоже очень красиво смотрится, получается очень деликатное сияние. С космоса меня видно не будет, но и в то же время его видненько немножко, и это мне нравится. Кстати, тени даже можно на губы нанести, тоже будет очень красиво. Главное не переборщить, а сделать слегка. Вот такая вот красота у нас с вами получилась. Вот такой макияж у нас с вами получился. Целую и обнимаю вас. Прошу лишь подписаться на мой канал. Благодарю огромное, просто огромнейшее спасибо за все комментарии, за все эти теплые слова, что вы мне пишете. А я вас целую, люблю, обнимаю. До скорых встреч. Пойду снимать для вас новые ролики.